Встреча с преподавателями и студентами проходила в формате диалоговой площадки в конференц-зале Брестского Государственного университета имени Пушкина. Белорусам хочется и дальше жить в уютной и комфортной обстановке, поэтому внимание участники встречи уделили вопросам социальной сферы, образованию и медицинскому обслуживанию, а также Всебелорусскому народному собранию, идеологическому и социальному блокам проекта Конституции. Люди хотят тех изменений, которые сегодня мы обсуждаем действительно, потому что веление времени сегодня говорит о том, что эти изменения нужны. Я уже их не буду перечислять, мы все знаем, что и действительно повторюсь, и патриотизм, и забота о своем здоровье, и вопросы задаются в Всебелорусском народном собрании, и даже сегодня уже нету каких-то таких, ну как бы, как поначалу было, что а что-то такое, что за структура какая. Когда объясняешь и уже знаешь, что, ну, пришедшие на встречу со мной или с другими представителями власти, или кто сегодня является экспертами в данной области, или в данном направлении конституционного права, они, в общем-то, понимают, что это необходимо для дальнейшего развития нашего общества. Спектр обсуждаемых вопросов был очень широким. Отношение к браку в современном белорусском обществе, роль Всебелорусского народного собрания, согласно проекту изменений и дополнений Конституции, соотношение страховой и бесплатной медицины в ближайшем будущем и многое другое. От встречи к встрече, вот активность людей, которые участвуют в диалоговых площадках, она возрастает. Может быть, появляется больше информации у людей, больше знаний. Они глубже вникают в суть тех изменений, которые предлагается внести в Конституцию, но мы это чувствуем. С каждым днем активных белорусов становится все больше, ведь уже поступило несколько тысяч предложений от наших граждан. Обсуждение проекта обновленной Конституции продолжается. Анастасия Мелешкевич, Андрей Щерба, телекомпания БУК-ТВ.